Отец Дракона как успешный тест Dragon 2 изменит пилотируемый космос 11 марта 2019 года известия Отец Дракона, как успешный тест Dragon 2 изменит пилотируемый космос Источник изображения, фото У Российского Союза появился конкурент, но в Роскосмосе этому рады если американцы решат летать на МКС исключительно на своих Дракон 2, количество запусков Союзов уменьшится Но он не понесет больших убытков За последние годы возникла целая очередь желающих воспользоваться услугами Роскосмоса Так прокомментировали новости о завершении испытания новейшего американского космического корабля Крю Дракон Опрошенные известиями эксперты Первый тестовый полет закончился успешной посадкой капсулы в Атлантическом океане В ходе испытательной миссии новый аппарат в автоматическом режиме пристыковался к МКС Куда он доставил 182 килограмма продовольствия и оборудования Эксплуатация корабля должна начаться уже в 2020 году Двойное приземление Посадка корабля транслировалась НАСА В прямом эфире, что позволило любому желающему проследить за всеми ее этапами Вход аппарата в плотные слои атмосферы произошел в 16.33 по московскому времени Затем в 16.37 зрителям показали видеополета корабля, охваченного горячей плазмой, который образуется из-за трения воздух В 16.41 из аппарата вышли два вытяжных парашюта, после чего последовало раскрытие четырех основных парашютов Корабль коснулся воды в 16.45 Сразу после этого к капсуле устремилась лодка с техническим персоналом Приводнение корабля Компании Илона Маска в Атлантическом океане Источник изображения Фото Автоматическая посадка первой ступени ракеты Falcon 9, на которой корабль был доставлен на орбиту, произошла в скором времени после старта, который состоялся 2 марта При этом посадка второй ступени ракеты не была запланирована SpaceX В рамках данного этапа испытаний Вторую ступень нет смысла делать многоразовой, поскольку на ней установлен недорогой маломощный двигатель, который предназначен в первую очередь для разгона аппарата при формировании орбиты и маневрировании в космосе Отметил генеральный конструктор ЦНИИ робототехники и технической кибернетики, бывший генеральный конструктор РКК «Энергия» им СП Королева Виталий Лопота Если же говорить о способе посадки спускаемого аппарата на воду, то он является единственным возможным для американцев По моим данным, у них просто нет оборудования, которое измеряло бы высоту полета со скоростью, необходимой для работы системы мягкой посадки на Землю В настоящее время такая возможность есть только на российских кораблях Старт ракеты SpaceX Falcon 9 Несущий космический корабль Crew Dragon Космический центр Кеннеди Мыс Канавирал, Флорида, США 2 марта 2019 года Источник изображения Фото Ройтерс Майкс Блейк Справка известий Crew Dragon Также известный как Dragon 2 Это многоразовый пилотируемый космический корабль, рассчитанный на отправку астронавтов на борт МКС и их последующее возвращение на Землю Предполагается, что именно корабль SpaceX должен составить конкуренцию Российским Союзом, которые с момента закрытия программы Space Shuttle в 2011 году являются единственным средством доставки экипажей на станцию Помимо полетов на околоземную орбиту корабль планируется использовать для выполнения различных задач за ее пределами В частности, он может применяться для перспективных пилотируемых миссий к Луне Еще одним принципиальным отличием Crew Dragon От Союза является вместимость, которая составляет 7 человек, против трех у российского аналога Место туриста, как рассказали известиям в Роскосмосе, после успешных испытаний корабля Crew Dragon Появится еще одна транспортная система, которая стала результатом естественного развития американской пилотируемой программы С ее помощью наши коллеги будут решать задачи, связанные с полетами своих астронавтов При этом освободившиеся места на Союзах мы сможем предложить другим партнерам, не имеющим собственных пилотируемых кораблей, а также космическим туристам, сообщили в пресс-службе Космический корабль SpaceX Crew Dragon И ракета Falcon Девять в ангаре во время подготовки к испытательному полету источник изображения, фото Global Look Press SpaceX Кроме того, с появлением нового корабля Роскосмос и NASA Расширит возможности по взаимной помощи при возникновении сложных ситуаций, поскольку все пилотируемые аппараты имеют универсальные средства стыковки, отметили в организации Согласны с этими в Российской академии космонавтики и К.Э. Циолковского, РКЦ За те годы, пока американцы летают к МКС на российских кораблях, возникла целая очередь из космонавтов других стран, которые хотели бы воспользоваться услугами Роскосмоса, отметил журналист, академик РКЦ Игорь Маринин Поэтому проблем с заполняемостью союзов возникнуть не должно Если же говорить о доставке на МКС туристов То, согласно данным Игоря Маринина, американские законы не позволяют использовать корабли, построенные на государственные средства, в коммерческих целях Космический корабль Во время этапа стыковки с МКС Финансия источник изображения, фото Относится именно к такой технике, и поэтому эксклюзивное положение России в данном сегменте должно сохраниться, если в законодательстве США не будут прописаны особые условия, подчеркнул журналист Конец монополии Однако некоторые эксперты не исключают возможных финансовых потерь со стороны Роскосмоса, которые будут связаны с началом эксплуатации нового корабля Так, по словам космонавта-испытателя, руководителя рабочей группы Аэронит Сергея Жукова, завершение испытаний Crew Dragon Некоторым образом повлияет на рынок доставки людей на МКС Американцы либо начнут летать исключительно на своей технике, либо появятся варианты перекрестных полетов Когда смешанные экипажи будут отправляться в космос как на российских, так и на американских кораблях, что вполне возможно, учитывая прошлую практику полетов российских космонавтов на шатлах В результате количество запусков союзов уменьшится, и за каждый неосуществленный полет Роскосмос недополучит по доллар 70-80 миллион, считает эксперт Обмен мнениями В компании SpaceX высоко ценят российскую космическую технику и отмечают ее выдающиеся характеристики В частности, основатель компании Elon Musk положительно отозвался о российской ракете «Ангара» в своем аккаунте в Twitter Ракетостроение в России очень развито, что позволяет ей создавать лучшие реактивные двигатели из тех, которые используются в настоящее время А многоразовая версия их новой ракеты «Ангары» просто великолепна, написал предприниматель Ракета Falcon 9 с космическим кораблем компании Crew Dragon На борту во время предстартовой подготовки источник изображения, фото Global Look Press slash slash Joe Kowski Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин ответил на это поздравлениями с успешным завершением испытательной миссии Понимаем, насколько для США было важно иметь возможность летать самостоятельно, не имея такой возможности с 2011 года И для нас это важно, ибо нужно для снижения рисков иметь не менее двух альтернативных транспортных систем Поэтому можно лишь приветствовать работу партнеров по началу испытаний их наконец-то появившихся кораблей Написал Дмитрий Рогозин на своей странице в Twitter Контракты на доставку американских астронавтов на МКС с помощью российских кораблей были заключены до 2020 года После их выполнения в случае успешного прохождения испытаний новой техники США смогут использовать собственные корабли Причем в случае возникновения трудностей с разработкой компании SpaceX Американская сторона имеет запасной вариант в виде корабля компании Boeing Starliner Летные испытания которого в пилотируемом варианте намечены на август 2019 года Александр Буланов Право на данный материал принадлежат известиям Материал размещен правообладателем в открытом доступе